Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и мы сегодня переносимся в зимнюю сказку в деревню Деда Мороза. Нел Жару! Вот мы идем и посмотрите какая здесь красота нас окружает. Это просто бомбически, если честно. Все резное, все красивое, все просто офигенное. Попадая на территорию резиденции Деда Мороза, вас встречают сказочные домики, украшенные гирляндами. На входе установлена карта с направлением локации, где можно посмотреть как провести интересное время. Вход для всех желающих бесплатный, но если вы планируете посетить различные квесты или покататься на ватрушке, то билеты можно приобрести в кассе. Сейчас мы находимся в Нелже, посмотрите какое у нас здание окружает, просто божественно, красиво и классно. Мы идем дальше и смотрите что нас дальше ожидает, это просто бомбически, огонь горит, беседочка такая, просто кайфушки. На площадке представлены батуты, горки, карусеи для детей всех возрастов. Здесь мы наблюдаем большую детскую площадку на самой центральной улице. Прогуливаясь на территории парка, можно увидеть большое количество кафе, где все равно есть очередь. Очень много кафешек, где вы можете перекусить, это просто классно же. А также мне понравилось, что есть лавочка с мангалом, но жарить шашлык там нельзя. Он создан, чтобы не было холодно, когда вы едите. Дальше мы наблюдаем большую фотозону с двухэтажным автобусом, ну прям как в Англии. Там можно полазить, конечно не взрослому, но ребенку будет весело. В самом центре парка установлена елка, празднично украшенная. Возле нее много посетителей, где каждый хочет с ней сфотографироваться. Особенно красиво будет в темное время суток, так как она переливается различными огнями. Детям здесь очень весело. Катаются на тюбинках, даже на порожках, уходящих в сторону леса. Поскольку на оборудованных горках большие очередя. Но некоторым ежматерям получается пройти, несмотря на большое количество людей. Конечно, парк создан для семейного отдыха, а особенно для детей. Есть даже сенсорная игровая зона. Тут точно никому не будет скучно. На территории парка имеется зона для игры в лазертак. Эта площадка оборудована различными укрытиями в виде батуеров и различными строениями. Напротив установлен шатер сказок, где проходят различные мероприятия. А прямо нас ждал лес. Заходим на территорию сказочного леса. Что нас будет там ожидать, интересно? Давайте посмотрим. Здесь есть такие вот указатели. Нас ждет школа. Это в той стороне. Да, нас ждет резиденция Деда Морода. Но это мы в самом конце заснимем. А сейчас нас ждет лукоморье. Давайте посмотрим, что там и как. Заходя на территорию, мы видим домик на курьих ножках. Обнесенный забором и гигантского паука. Давайте вы, зрители, посмотрите, что там. Дом баба. Дом баба. Ей страшный, конечно, там. Где же она есть, интересно. Она нас не захватит, заложники. Блин. Я, к сожалению, не могу посмотреть. Но давайте вы, мои зрители, посмотрите и расскажете, что там. Мне самому интересно, что там находится. Так, 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 посмотрели. Опа, где там баба-яга на дереве, да? Заостряла. Давайте посмотрим на баба-ягу. Она на дереве висит, блин. Вон она. Вы ее видите? Ой, жесть какая. Вот так вот. На выходе из леса мы видим красиво декорированный светящийся дом. Главные ворота украшены большими ярко-горячими снежинками. А здесь находится сама резиденция самого дедушки Мороза. Давайте посмотрим, как здесь все устроено. Во дворе установлена новогодняя елка с подарками. Напротив зимней красавицы имеется большая фотозона в виде переливающихся оленей на фоне замка. В этом месте можно приобрести согревающиеся напитки. Нас, к сожалению, не пустили туда, потому что мы не оплатили билет. Обидно. Ничего не сделали. Ну что, настроение увеличивается и становится прям новогодним, когда ты видишь резиденцию Деда Мороза. Ну, даже то, что ты его не увидел, тебя это ни капельки не печалит. Потому что здесь все люди радостные, довольны. И то, что здесь так красиво, это просто сказка. Рядом с домом Деда Мороза находится музейный комплекс. Выполнен в виде трех исторических зданий. Напротив этого комплекса установлена ледовая площадка. Также на территории Нел-Жару есть вот этот огромный каток, где вы можете прийти, покататься, зарядиться позитивным настроением. Еще одним занимательным местом в парке является Поляна Чудес. Сейчас мы пройдемся на непонятной дорожке, которая ведет в неизвестность. Даже никаких указателей здесь нет. Она выполнена в виде огражденной дорожки с подсветкой. Здесь живет сказка. Деревья украшены картонными фонариками. Медведь с двумя медвежатами вырезан из пня. И мы попадаем в детский городок, где самым маленьким детям будет весело. Их можно пофотографировать, накорить, рядом с голубями. Здесь будет интересно, если у вас есть ребенок. Здесь можно полазить, пофотографироваться, также покататься на тюбингах, посмотреть резиденцию Деда Мороза и поучаствовать в квестах. Короче, здесь просто детский рай. Я бы так даже сказал. Короче, офигенно, если у вас есть ребенок и вы можете приехать в такое место. Когда выходишь с поляны чудес, наблюдаешь красивый вид на Нелжеру. Все подсвечивается и создается новогоднее настроение. Все круто, то что здесь можно прийти и покататься со своим тюбингом. Конечно, горка будет платная, но это же мелочь. То, что вы можете порадовать своего ребенка таким удовольствием. Ближе к вечеру посетители в парке значительно увеличиваются, что приводит к росту очередей на тюбинге. Конечно же, находясь здесь, ты проникаешься этим праздником, Новым Годом. Кому понравилось мое видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут Дядя Митя. Всем удачи и пока!